Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о работе управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Владимир Андреевич Захарчук Владимир Захарчук С октября 2011 года возглавлял Главное управление уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь. Награжден медалями за безупречную службу 3, 2 и 1 степени. 4 сентября 2014 года указом президента Республики Беларусь Владимир Захарчук назначен начальником управления внутренних дел Гомельского облсполкома. 8 октября 2014 года избран председателем Гомельской областной организационной структуры БФСО «Динамо». Указом президента Республики Беларусь номер 242 28 июня 2016 года о присвоении специального звания полковнику милиции Владимиру Андреевичу Захарчуку присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции. На вопросы, которые касаются деятельности УВД Гомельского облсполкома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Здравствуйте, Ольга. Тема номер один сегодня. Это, конечно же, первый снег. Владимир Андреевич, насколько погодные условия осложнили ситуацию на дорогах области? Да, действительно, Ольга. Первый снегопад осложнил дорожную безопасность. К вечеру мы имеем около пяти десятков дорожно-транспортных происшествий, где повреждены автомашины. Автомашины уходили в кувет. Другие, будем говорить, дорожно-транспортные происшествия с повреждением автомашины. Но печальный все-таки сегодняшний снегопад. Мы имеем двое фактов дорожно-транспортного происшествия с гибелью наших граждан. Владимир Андреевич, ну с чем вы это связываете? Ведь, конечно, для октября погода, может быть, и не совсем привычная, но позже все равно бы снег выпал, все равно бы дорога была скользкой. Почему же вот так в 10 раз у нас ДТП больше, чем обычно? Да, в среднем у нас ежедневно происходит до пяти дорожно-транспортных происшествий. Но вот сегодняшний день показал, что, наверное, утерянные определенные навыки вождения в зимний период, первый снег, он показал. А те традиции, те требования, которые определили переход на зимнюю резину, это обязательное правило. Это личная безопасность наших участников дорожного движения. Сегодня мы предпринимали ряд таких организационных вопросов. Был создан оперативно-сетиционный штаб, который обеспечил мониторинге целым дорожной сети. Во взаимодействии с коммунальными службами, дорожниками обеспечили, значит, все функции по складывающейся ситуации на наших дорогах. Ну, дай бог, что только одним таким тревожным днем все и завершится, конечно, не дожидаясь зимы, стоило переобуть автолюбителям своих железных коней. Конечно. И я думаю, что вот этот урок, вот этого нашего сегодняшнего дня, он даст пищу для наших всех участников дорожного движения привести в соответствии с зимнюю резину. И я призываю наших всех участников дорожного движения выполнить вот эти функции. Владимир Андреевич, в будущем году белорусская милиция отметит знаменательный 100-летний юбилей. Такая почти вековая история, наполненная не только героизмом и мужеством, но и какой-то ежедневной, и рутинной в том числе, и очень напряженной работой. Скажите, пожалуйста, как на Гомельщине стражи правопорядка готовятся встретить эту дату? Да, действительно, это большой, огромный праздник празднования нашей белорусской милиции. Празднование пройдет 4 марта в следующем, в 2017 году. На сегодняшний день в целом, как и в Министерстве внутренних дел, так же и по регионам республики, и на нашей Гомельской области, проведен ряд подготовительных мероприятий общего характера и конкретно по празднованию. Сегодня у нас уже первый этап создан, подготовлена книга, где определены очерки милиции, и вошел период с 1917 по 1967 год. Но благодаря нашим планам, значит, сегодняшние наши действующие сотрудники во взаимодействии с ветеранами обеспечивают подготовку второй части нашей книги. Сюда войдет в книгу «Современный период» нашей белорусской милиции, те проблемы, которые существовали в целом по Гомельской области, определенные результаты, ну и, соответственно, большая оценка нашим ветеранам, которые работали в тот период, и на сегодняшний день также передают опыт. Указом главы государства Александра Егоровича Лукашенко, значит, определены две памятные медали к столетию белорусской милиции. Это одна медаль столетия белорусской милиции и столетия образования внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Кроме этого, значит, по совместному решению Национальным банкам, значит, также выходит в оборот памятная, значит, выходит памятная монета. Вот эти все мероприятия, как бы, вот они подходят к большому этому празднованию. Соответственно, ряд определенных моментов также выработаны и по Гомельской области. Значит, на сегодняшний день мы имеем опыт того нашего коллектива, который создан и был определен по дню года культуры, у нас определен художественный коллектив. И художественный коллектив избрал название «Пламя», которое на сегодняшний день имеет уже опыт, и в декабре месяце они уже смогут, соответственно, показать свои навыки в проведении торжества. Ничего себе! Да. Еще и хватает времени и творчеством заниматься в том числе. Ну, стоит сказать, что с вашим ветеранским активом очень у вас тесная, постоянная связь у управления. Это такое очень важное направление в вашей деятельности, в вашей работе. И, конечно же, хотелось бы пожелать крепкого здоровья ветеранам ОВД, которые решали очень сложные задачи на протяжении всей столетней истории существования белорусской милиции. Многое пришлось пережить. Всегда они были на передовой, всегда они были впереди. За это им большое спасибо. Конечно, ветераны – это тот отряд, который создал огромный фундамент во все периоды в целом существования нашей милиции. Но и сегодня они передают опыт нашему молодым подрастающему поколению в обеспечении всех тех вопросов охраны общественного порядка. В те годы, когда нынешние ветераны ОВД были совсем молодыми еще милиционерами, уровень доверия к милиции был очень высок. И это один из показателей эффективности работы милиции. Владимир Андреевич, а что показывают данные социологических опросов сейчас? Доверяют ли наши люди милиции? Современные условия требуют, чтобы профессиональная деятельность и поведение сотрудников органов внутренних дел способствовали формированию общества и их авторитета. Уверенности, справедливости, беспристрастности и независимости органов внутренних дел. С этой целью в системе Министерства внутренних дел с 2006 года осуществляется изучение общественного мнения граждан о деятельности милиции. Это, наверное, основная оценка о работе милиции. Население Гомельской области доверяет сотрудникам органов внутренних дел. Уровень доверия жителей Гомельщины к нашей работе составляет 62%. И с каждым годом этот процент повышается. Ведь та оценка, это реальная оценка той работы. Вас удовлетворяет такой показатель? Да, он нас удовлетворяет, но мы на этих результатах и показателях не останавливаемся. А каким, по вашему мнению, должен быть сотрудник милиции? Владимир Андреевич, мы провели собственный опрос на такую тему. Давайте узнаем его результаты. У меня есть друзья, сотрудники милиции. Он должен быть, конечно, корректным, компетентным. Ну и, во-вторых, как они у меня выглядят. Тысячи выглядят, как сотрудник милиции. Таким, как он был в Просоветском Союзе. Добрым, внимательным, защитникам. В полной смысле слова. Защитник. Как каким? Порядочным прежде всего. Порядок должен в голове у него быть и везде. А как же? Так или нет? Порядочный. Прежде порядочность. Как у любого человека. Ну и молодой, конечно. Молодым дорогу надо давать. Профессионалам. Больше ничего. Выполнять то, что им положено выполнять. Вот. Не с улицы убирать, а хотя бы смотреть, что в подъездах делается. А то у нас некоторые такие жильцы есть. Вот вызовешь, так еще и думаешь, себя накажут за то, что ты вызвал. Вот таким должен быть милиционер, который все берет к сердцу и решает все наши проблемы. Сотрудник милиции. Ну, во-первых, очень ответственный, внимательный. Порядочным, честным. Каким еще может он быть. Добросовестным. И, как говорится, справедливым. Ну, больше ничего не могу сказать. Друг гражданина. Друг, друг. Он должен влюсти законы республики, в которой он должен соблюдать их. Он хочет действовать по законам. И он должен быть нашим помощником. И чаще всего я сотрудников милиции в Беларуси такими и вижу. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе милиции. Владимир Андреевич, а вы видите в ваших сотрудниках те качества, о которых вот сейчас говорили наши телезрители? Наши телезрители сказали действительно верные слова и оценку. И я, как руководитель, оцениваю. И те вот вопросы мониторинга, оценки работают. Такие задачи стоят, и мы достигаем. Мы часто слышим слова благодарности. Но, тем не менее, надо совершенствоваться. Быть чисто кристальным, внимательным, доступным гражданину. Слышать, понимать, выполнять. Ведь доверие граждан – это основная оценка нашей служебной деятельности. Начало осени выдалось на Гомельщине очень насыщенным в плане и событий общественно-политической жизни, и культурной, избирательной кампании. А затем у нас были фестивали. День письменности у нас проходил. И, конечно же, в такие дни нагрузка на милицию ложится двойная. Вы довольны тем, как сработали ваши сотрудники во время таких важных для нас массовых мероприятий? Да, в целом я могу сказать, что все задачи по обеспечению охраны общественного порядка мы выполнили, и цель достигнута. Мы имеем определенный опыт по обеспечению охраны общественного порядка вот по таким мероприятиям. Как бы могу разделить на два этапа. Это подготовительный этап. По нашим определенным нормативным документам, где свыше 500 наших граждан будут находиться по месту проведения массовых мероприятий, мы проводим подготовительные мероприятия. Это обследование специалистами местности. Дальше проводим режимные мероприятия. Ну и в последующем, в соответствии с расстановкой личного состава, обеспечиваем. Вот вы назвали перечень тех серьезных мероприятий. Я хочу как бы расширить еще сказать, что огромнейший опыт и та большая оценка охраны общественного порядка мы имели в целом в республике, это когда в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею. Это действительно, мы слышали, насколько наши гости и ближнего, и дальнего зарубежья высказывали, давали оценку по обеспечению охраны общественного порядка. И пользуясь возможностью, я хочу выразить слова благодарности всему личному составу и во взаимодействии с другими правоохранительными структурами, представителями организаций и предприятий, с которыми мы взаимодействуем на том этапе, по всем нашим значимым мероприятиям. Огромные слова спасибо. И я думаю, что во взаимодействии и с теми оценками граждан мы в целом сможем обеспечить покой в нашей Гомельской области. Очень неспокойно сегодня в мире. Мы видим в международных новостях, что происходит. И в то же время иногда к вопросам своей безопасности относимся, наверное, так несколько легкомысленно, потому что привыкли именно к тому покое, о котором вы говорите, к тому, что у нас-то все спокойно. Иногда люди обижаются на милиционеров, обижаются за излишний, как им кажется, придирчивый досмотр, за то, что нельзя что-то с собой проносить, нельзя проходить в какую-то зону праздничных торжеств. Вот бывают ли такие конфликты с сотрудниками милиции? Бывают. И, наверное, это ошибочное мнение и какие-то выводы данных граждан. Ведь задача стоит обеспечить безопасность. Мы знаем в масштабах и дальней возрожбежья, какие происходят серьезные последствия, гибнут люди. Но когда все-таки, имея опыт, мы обеспечиваем наши режимные мероприятия, внимательность, условия, да, граждане понимают. Это мы широко освещаем в средствах массовой информации, ну и, соответственно, есть понимание. Спасибо, Владимир Андреевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слышим вас. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Ну, алло. Мы вас слышим. Мы вас слышим, пожалуйста. Владимир Андреевич. Да, мы слышим вас. Добрый день, уважаемый коллега. Добрый день. Позвольте поздравить вас с наступающим праздником от души. Добрый день, уважаемый коллега. Полковник запасов Мазепин Сергей Федорович. Очень приятно. Я вот здесь сижу за столом, у меня сегодня мучки день рождения. И смотрю, уважаемый человек сидит за столом. Это красота Гомельской области. Я от души вас поздравляю с наступающим праздником. Желаю счастья, здоровья. И чтобы вы не остановились на этом посту. Двигались вперед и вперед. Я вас сильно уважаю. Спасибо большое. Крепкого здоровья вашей внучке. Вот вы уже начинаете принимать поздравления. Еще сколько времени? Да? Ольга, разрешите дать небольшой комментарий? Конечно. Ведь поздравления, Сергей Федорович сказал, это по случаю празднования Дня ветеранов. 10 ноября приказом министра внутренних дел определен День ветеранов. А раньше, в союзное время, мы праздновали вместе с Российской Федерацией День милиции или День полиции. Я также просоединяюсь вот сказанным словам, имея возможность высказать ветеранам того времени, которые несли службу, которые с нашими братьями-россиянами Украины празднули этот праздник. И все-таки вот День ветеранов, решение министра, оно верное. В этот день смогут опять встретиться наши ветераны, повести беседу периода времен совместного труда, достижений, результат. Ведь мы можем говорить, благодаря нашим ветеранам мы сегодня имеем результат в целом по правопорядку нашей Республики Беларусь. Конечно, ничто не должно разделять людей, которые когда-то бок о бок служили, друг друга поддерживали, друг друга страховали. Как можно сейчас праздновать как-то отдельно свои праздники каждому у себя в даму? Конечно же, нужно продолжать быть вместе. И по этому случаю хочу сообщить, что празднование продолжается. Мы взаимодействуем с братьями-россиянами. И мы приглашены посещение и празднование с Брянской областью 10 ноября. Наша делегация от Гомельской области убудет Брянскую область. Ну что ж, от торжественных мероприятий, Владимир Андреевич, давайте к будничной, ежедневной работе перейдем. С точки зрения любого человека, качество и эффективность работы милиции определяются тем, можно ли себя спокойно чувствовать вечером на улице. Можно ли выйти, не боясь за свою жизнь, за свой кошелек, за своих детей, жен, дочерей. Владимир Андреевич, скажите, пожалуйста, насколько безопасна у нас ситуация? Что об этом говорят цифры? Что говорит статистика? Давайте снова вернемся к проводимому в системе МВД изучению общественного мнения. Статистические сведения говорят о том, что 56% наших граждан, проживающих в нашей области, чувствуют себя спокойно за свою безопасность, жизнь своих близких и свое имущество. Я уже указывал на эти все наши результаты и при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении массовых мероприятий, по той оценке общественного мнения, и мы можем сказать, что сегодня покой и граждане чувствуют себя в спокойствии нашей Гомельской области. Владимир Андреевич, у нас есть телефонный звонок на линии, потом мы к этой теме еще вернемся. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я с Центрального района, с 1-го улицы, и вот областной суд. У меня такой вопрос, почему вечерами в последнее время не видно патрульно-постовые службы? Вот, например, возле нашего подъезда, это сейчас снег выпал, а вот когда тепло, нас собираются на лавочке компании, и пиво распивают, и курят там, и все это. И вы понимаете, в милицию звонить, потом надо отписку уберуть, что с вами ничего не делать. Вопрос такой, почему не видно патрульно-постовых служб в последнее время? Мы поняли вас, спасибо. С учетом тех проблем, которые существуют у нас в целом, по определенным нашим районам, и совершение, как правило, хулиганских проявлений, у нас и определяются маршруты несения службы. Я думаю, что мы проанализируем этот звонок был с Центрального района, жительницы, мы проанализируем, какое положение дел по правопорядку, по месту проживания, ну и дальше уплотним наши наряды. Владимир Андреевич, очень бы не хотелось, чтобы наряд отправился туда, когда там уже что-то произойдет. Потому что, конечно же, скажу вам честно, я тоже очень не люблю вечером поздно возвращаться. Если какая-то компания собирается, если компания употребляет спиртные напитки, то очень не по себе добираться до своего родного подъезда. А вообще, в целом, как бы вы охарактеризовали обстановку на вечерних улицах города Гомеля и райцентров? В целом, если смотреть по тем хулиганским проявлениям, которые совершаются в общественных местах и, как вы указали, на наших улицах, значит, мы имеем снижение хулиганских проявлений, как по отношению причинения телесных повреждений гражданам и, соответственно, по повреждению имущества. Проблема остается у нас по повреждению имущества, в частности, автомашин. Плотность, нахождение автомашин в наших дворах, состояние наших хулиганов. И в основу основ у нас закладывается, что они находятся в нетрезвом состоянии и, соответственно, совершают противоправные действия. Ряд определенных моментов на сегодняшний день, как в городе Гомеле, так и по другим районам, принимаются меры отработок районов. Это мы направляем дополнительные силы с УВД и ОМОН, определяем конкретные места, там, где есть правонарушения и обеспечиваем все вопросы несения службы. Исходя из анализа, мы видим, что по тем районам, где проводились вот такие профилактические мероприятия, значит, есть положительные результаты и оздоровление в целом обстановки в наших общественных местах. Хочу сказать, и пользуясь возможностью, любое то правонарушение, которое видят наши граждане и будет сообщено по линии 102, мы всегда имеем оперативность реагирования и своевременность выбытия. И одновременно мы имеем возможность проанализировать систему в данном районе совершения этих противоправных действий. Соответственно, меры будут приняты. Иногда люди боятся о чем-то сообщать. Вот как сказала наша телезрительница, что вызовешь в милицию, потом еще и объясняешь, что ничего не случилось. Наверное, Ольга, это ошибочное мнение. Сегодня наши службы оперативно-дежурные, они совершенствуются. И по ту сторону телефона наш грамотный специалист, оперативно-дежурный, он уже даже слышит интонацию и он оценивает значимость любого сообщения. Соответственно, принимает те меры, которые по ту сторону телефона предъявляет нам гражданин. Поэтому просьба. У меня своевременность сообщения на линии 102 о всех тех правонарушениях. Владимир Андреевич, накануне вместе с сотрудниками железнодорожного отдела внутренних дел наши корреспонденты побывали тоже в рейде. Давайте посмотрим сюжет. Документы свидетельствуют. Первые отряды милиции в Гомеле были созданы весной 1917-го. Отдел внутренних дел администрации железнодорожного района города Гомеле в этом плане значительно моложе. Зато сегодня это самый большой по территории отдел области. Здесь проживает более 166 тысяч человек. Комсельмаш, Волотова, Костюковка, железнодорожный и автовокзалы. Дежурная часть отдела оперативно реагирует на ситуацию в любом из этих районов. Отделом внутренних дел в текущем году проведена определенная системная работа, что позволило отделу внутренних дел добиться определенных положительных результатов оперативно-служебной деятельности. Так, если рассматривать преступность в разрезе по всем линиям служб, то добились ее сокращения на 12%. По линии уголовного розыска на 23%. Ежедневный инструктаж для сотрудников железнодорожного райотдела, а также работающих вместе с ними офицеров Следственного комитета и Управления Государственного комитета судебных экспертиз – дело привычное. Ознакомление с последней оперативной сводкой, осмотр формы, проверка наличия спецсредств, нагрудных знаков и служебных удостоверений. Через несколько минут бригады разъедутся по своим маршрутам. Каким будет этот день, не знает никто. Однако в том, что ситуация находится под контролем, сомнений не должно быть ни у кого. Гомельчанина Юру наряд железнодорожного ОВД встречает в районе автовокзала. Эту колоритную личность сотрудники милиции знают уже не один день. В последнее время мужчина подрабатывает своеобразным курьером, разносит заказчикам контрафактную водку. К сожалению, этот бизнес в Гомеле очень уж большой редкостью не является. Некоторые особо предприимчивые граждане закупают в России спирт, который потом разводится и реализуется уже на территории Беларуси. У Юры на этот раз изымается около 10 литров такой продукции, о чем составляется соответствующий протокол. После ухода съемочной группы сотрудники милиции еще проведут с мужчиной профилактическую беседу и поинтересуются адресом незаконного предпринимателя, делающего бизнес на спиртосодержащей продукции. Предусмотрена статья 12.27. Штрафные санкции от 5 базовых до 100, в зависимости от части, с конфискацией перевозимого, переносимого имущества в виде именно уже фальсифицированной спиртосодержащей жидкости. Это как спирт, это же виноводочные изделия без акцизовой Республики Беларусь. Настоящий притон. Именно так характеризуют работники милиции эту квартиру по улице Старочерниговская. Бывает, говорят, и хуже. Однако и здесь о порядке можно только мечтать. Правда, самого хозяина жилища категории таких мечтателей отнести трудно. Ранее судимый, постоянно собирающийся бутыльников для того, чтобы выпить несколько литров дешевого вина, о том, что такое чистота, он, похоже, уже давно забыл. Сотрудники милиции приезжают сюда как минимум раз в неделю. Любители каждодневного употребления спиртных напитков вообще под их постоянным контролем. Тихие алкоголики, которые не попадали в поле зрения, соседи по ним не жалуются. Мы их выявляем уже в рамках смотровых комиссий и с ними проводим дальнейшую профилактическую работу. Остальные же это трудоустроенные, но ведут моральный образ жизни. Мы с ними также через смотровые комиссии принимаем действенные меры к их трудоустройству, влияем через руководство предприятий, чтобы с ними проводилась определенная работа, чтобы они не мешали другим законопослушным гражданам проживать. Спайс из Китая, Насвай из Таджикистана. Оперативники признаются, в последнее время распространители наркотиков и некурительных табачных изделий стали более осторожными. И при продаже различного зелья напрямые контакты с покупателями не идут. Однако и в таких условиях задержать их можно. Эту партию Насвая конфисковали на одном из гомельских рынков. Это хотя и не наркотик в чистом виде, однако входящая в его состав известь основательно подорвать здоровье может вполне. Другое дело, что молодые люди, являющиеся основными покупателями этих изделий, о таком исходе обычно не задумываются. Как статья о том, что с середины этого года употребление Насвай облечет административную ответственность. Были внесены изменения в административное законодательство, чтобы у нас не только сбытчики привлекались к ответственности, но и граждане, которые употребляют данные вещества, также привлекались к ответственности. Ранее данные вещества употребляли в основном спортсмены для каких-то своих целей. Но в настоящий момент, да, в основном это молодежь, подростки, которые не понимают пагубность данного явления, не осознают, что данные вещества негативно влияют на их здоровье. Вы смотрите «Диалог» начальник УВД Гомельского облсполкома, генерал-майор милиции Владимир Андреевич Захарчук. Сегодня у нас в гостях. Владимир Андреевич, вы довольны тем, как сегодня налажена в районных отделах ежедневная будничная работа? Мне кажется, что железнодорожный район, он такой достаточно сложный по своей обстановке. Вот удается ли сотрудникам справляться с ситуацией? Моя оценка, что в железнодорожном УВД работа налажена. В первую очередь, компетентность руководителя, то профессиональное ядро среднего звена руководителей, исполнительская дисциплина, мы вот видели определенные сюжеты, доверие населения и опыт, повторяюсь, опыт определенных сотрудников, это уже есть результат. Имея возможность, я хочу вспомнить слова главы государства, это на итоговой коллегии, по результатам прошлого года, профессионал-сотрудник при погонах, он владеет всеми вопросами, которые происходят в районе, микрорайоне, в сельской местности, на административном участке. Ведь это действительно так. На сегодняшний день железнодорожный УВД выполняет в полном объеме поставленной задачи. Ряд определенных моментов, значит, имеется, конечно, как в любом предприятии, организации, среди других силовых структур, оказываем практическую помощь, и также основной упор это вопросу подбора и расстановки кадров. А что мешает остальным районным отделам также четко организовать работу? Я не отношу остальных, что они имеют хуже результаты в оперативно-служебной деятельности, но, тем не менее, результаты вашего мониторинга и ваши наблюдения, и выводы, и, как бы, мои заверения, все-таки железнодорожный УВД, специфический район, и плотность населения, тем не менее, результаты реальные. Ну что ж, я думаю, что очень приятно сегодня такую оценку от вас услышать, начальнику отдела и сотрудникам. Продолжим. Если перейти к конкретным результатам оперативно-служебной деятельности, то какова ситуация с раскрываемостью преступлений в регионе? На сегодняшний день по результатам 9 месяцев мы имеем по направлению всех служб зарегистрировано больше 10 тысяч совершенных преступлений. Раскрываемость у нас составляет 74%. Также в отчетном периоде зарегистрировано по линии уголовного розыска более 6 тысяч преступлений. Скажу, что мы имеем снижение, как и по преступлению всех видов, так же и преступлений по линии уголовного розыска. Более чем на 3%. Сегодня мы имеем положительные результаты снижения совершенных преступлений. Это краж всех видов, совершенных грабежей, разбоев, изнасилований. И хочу сказать, что вот эти результаты мы имеем благодаря тем профилактическим мероприятиям, которые мы проводим в системе по тем определенным районам, где подвергаются и совершаются данные виды преступлений. Проблема на сегодняшний день остается по кражам из жилищ. Мы глубоко анализируем, проводится профилактическая работа, ну и, соответственно, есть определенные результаты раскрытия именно краж из жилищ. В целом, если говорить о здоровлении обстановки, тот результат раскрытия преступления, он показывает положительную работу всей целом Гомельской области. Кстати, честно говоря, даже немного странно, что кражи из жилищ по-прежнему такое массовое явление, потому что уже сегодня такие возможности охраны, установки сигнализации различных видов, ну, очень широкие. А что ж подводит людей, тех, которые стали жертвами вот таких преступлений? Если кража из жилищ, это кража из дач. Есть такие проблемы. И с наступлением сезона, зимы, соответственно, владельцы уезжают. Определенная профилактическая работа по всем периодам она проводится. И, конечно, как вы сказали, основная возможность, момент, это сдача квартир по возможности и дачных, других объектов, гаражей под охрану нашей возможности сигнализации. Потому что вот это мероприятие, это дает право, дает право каждому гражданину на тех элементах доверия сдать под охрану и, соответственно, имущество, оно уже останется неприкосновенным. Владимир Андреевич, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Я вас прошу, пожалуйста, коротко и по сути изложите ваш вопрос. Алло, мы вас слушаем. Алло. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Владимир Андреевич, хочу сказать вам спасибо за вашу работу, которая ведется в интернете, на соцсетях о деятельности сотрудников милиции. Это, например, расположение камер фотофиксации либо иных мероприятиях, проводимых УВД. На мой взгляд, это положительно сказывается на имя же сотрудников и видно, что работа направлена не только на наказание, но и на предупреждение профилактика. Хотел задать вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, в каком еще направлении будет развиваться информирование граждан со стороны сотрудников милиции? Спасибо. Спасибо. Интересный вопрос. В целом, если смотреть по профилактике любых правонарушений, профилактика недопущения краж, краж всех видов, конечно, широкомасштабных. Вся та информация, меры, которые дают положительный результат, мы работаем. Существует как бы на сегодняшний день индивидуальная воспитательная работа наших сотрудников с гражданами предприятий и организаций. Вот живая работа с гражданами, где характерны проблемы того предприятия, организации и того района, микрорайона, или, как мы говорили, по совершению краж и сдач, общение, оно дает положительный результат. И на сегодняшний день, в целом, в вопросах правопорядка основное направление это уделяется профилактике. Владимир Андреевич, вопрос, который тревожит сегодня, наверное, все службы и социальные, и правоохранительные, это распространение наркотиков, особенно участие в этом процессе несовершеннолетних. Скажите, пожалуйста, за два года действия декрета номер 6, что удалось сделать, чего удалось достичь в плане противоборства наркодилерам? Действительно, с целью снижения уровня наркотизации населения и допущения фактов распространения наркотиков в нашей стране принят декрет президента Республики Беларусь это от 28 декабря 2014 года номер 6 это от неотложных мер по праводействию законного оборота наркотиков. Согласно документам на Министерство внутренних дел возлагается обязанность усиления координации деятельности всех государственных органов и организаций в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Проблема в целом для органов внутренних дел она известна. Ряд предпринят организационных и практических мер и я хочу сказать, что на сегодняшний день в январе и сентябре за этот период по Гомельской области выявлено 794 преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. Из них 333 факта сопрожены со сбытом что составляет 41%. Вот именно упор сегодняшней работы по борьбе с наркотиками это определяется по выявлению наркодилеров каналов поступления в нашу республику Беларусь. Буквально на днях прошло судебное заседание на котором был вынесен приговор 10 участникам интернациональной преступной группы. Возраст которых составлял от 18 до 23 лет. Они торговали спайсом на территории Гомеля Гомельской области и Гродно. Через интернет-магазины организатором был 23-летний россиянин остальные участники работали курьерами среди них это 6 жителей Гомеля один из которых был несовершеннолетний два мазырянина и гражданка Украины. Обвиняемые получили те сроки какие запрашивал гособвинитель организатор интернет-магазина 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима самый юный распространитель 10 лет лишения свободы условия общего режима молодая мама из Одессы которая здесь работала в этой организованной группе получила 11 лет. Я хочу сказать что на сегодняшний день есть оздоровление в целом по этому направлению те результаты которые мы имеем в масштабах республики по Гомеле показывают что благодаря шестому декрету вопросам взаимодействия обеспечения всех профилактических мер мы видим насколько строгость наказания дают положительный результат. Да, потому что именно молодые участники они себе не отдают отчета в том что их ждет я думаю что никто себе не представляет что у них впереди вот 10 лет заключения для них это какая-то игра какой-то квест делать закладки кому-то звонить вроде так все несерьезно и никто не думает о том что он ломает себе судьбу и уже собственно будущее будет очень печальным весьма и весьма родители пожалуйста объясните это вашим несовершеннолетним детям школьникам Владимир Андреевич время наше к сожалению уже заканчивается скажите пожалуйста как могут наши граждане обратиться со своими вопросами к сотрудникам милиции или сообщить о готовящемся или совершенном преступлении на сегодняшний день опять я отношу к вопросам профилактики любой гражданин имеет возможность любое правонарушение любое сообщение заявление обратиться по телефону доверия нашего гомельского босполкома ОВД по телефону 70 15 15 работает круглосуточно там вас выслушают при необходимости примет меры для восстановления законности и справедливости кроме этого также существует телефон горячей линии 46 44 44 ну и как всем известно наш основной номер линии 102 Владимир Андреевич спасибо большое за сегодняшний диалог всего хорошего начальник ОВД гомельского облсполкома генерал-майор милиции Владимир Захарчук сегодня был гостем в нашей студии берегите себя и своих близких до свидания субтитры